В городе Бресте на базе Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» прошел турнир по практической стрельбе в виде пистолет класс Airsoft. Инициатор проведения соревнований – ОМОН Управления внутренних дел Брестского облсполкома. Турнир проводится в рамках 27-летия образования на территории Брестской области милицейского спецназа. Участникам турнира, а это порядка 70 девчонок и мальчишек, были предложены три упражнения, включавшие в себя стрельбу из различных положений и укрытий по картонным и металлическим мишеням. 2022 год президентом страны объявлен годом исторической памяти. Для нас важно воспитать патриота, для того, чтобы это был гражданин своей страны, который будет ее защищать и страну, и, конечно же, историческую память. Сегодняшний турнир – это один из элементов патриотического воспитания молодежи. Мы не ставим себе целью вырастить милиционера, мы ставим себе целью вырастить правопослушного гражданина нашего общества. А милиция вместе с народом, вместе с этими ребятами, мы готовы заниматься, учить их, обучать. Конечно же, все только во благо их самих и всего нашего общества, нашей страны. Мы не первый раз проводим эти соревнования. Учащиеся охотно сюда приезжают, участвуют в этих соревнованиях. Мы стараемся как можно больше проводить таких соревнований, для того, чтобы привлечь молодежь, для того, чтобы они развивались не только, скажем так, в физическом, спортивном плане, но и патриотически воспитывались и любили свою родину. Для ребят подобные соревнования в некоторой степени определяющие и важные, ведь всех участников объединяет одно – любовь к спорту. Многие из них уже несколько лет посещают тренировки по стрельбе на базе белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». А нынешний турнир стал еще одной возможностью проявить себя. Да, у меня есть большое желание заниматься стрельбой. Я занимаюсь уже два года, хожу сюда на «Динамо». У меня хорошие результаты, и я планирую дальше связать свою жизнь со стрельбой. Участники соревнований сохраняли интригу до последнего патрона. Кто станет лучшим, было неизвестно до самого конца. В итоге результаты распределились следующим образом. Первое место у команды средней школы номер 35, второе у средней школы номер 28, а закрепила тройку лидеров молодежная охрана правопорядка БРСМ. Победители и призеры соревнований награждены кубками, грамотами и памятными призами. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.